Человек спрашивает, я впал в большое осквернение, я был болен, по этой причине взял таямом, очищением пыли, с намерением большого омовения и малого омовения. Затем я совершил молитву, правильны ли мои действия? Да, внимательно слушай, мой брат. Большое омовение в усы от большого осквернения заменяет малое омовение вуду, условием которого является полоскание рта и носа. Каков довод? А это слова Всевышнего. Если вы находитесь в состоянии малого осквернения, то очиститесь. И он не упомянул вуду, малое омовение. Это в Куране. Бессунны. Послушайте историю. Когда пророк, саллиллаху алию ассалям, закончил молитву, и он увидел человека, который стоял в стороне и не помолился с людьми. И он спросил, что с тобой, почему ты не помолился? Он ответил, я нахожусь в большом осквернении, но не нашлось воды. На что ответил пророк, саллиллаху алию ассалям, используй землю, тебе будет этого достаточно. Затем принесли воду посланнику Аллаха, саллиллаху алию ассалям. Он напоил ею людей, и остались остатки воды. И он обратился к этому человеку и сказал, выли ее на себя, и он не упомянул вуду. И как сделать это определенным образом? И человек был в большом осквернении, и облил на себя воду с намерением гусля большого омовения. Затем прополоскал рот и нос, и протер голову. У нас доводы откуда? Из Курана и Сунны.